Понедельник начался очередной этап формирования нового созыва Общественной палаты Ленинского городского округа. 16 марта заработали пункты приема документов от кандидатов. Ознакомиться с перечнем необходимых документов можно на сайтах Общественной палаты Московской области, нашего муниципалитета, а также администрации округа. У потенциальных кандидатов общественного мнения есть два пути, по которым они могут заполнить бумаги. Самовыдвиженцам тогда им необходимо собрать минимум две рекомендации от авторитетных жителей городского округа и от трудового коллектива или общественной организации, в которой состоит кандидат. Помимо этого надо написать официальное заявление на вступление в ОП. Традиционно, конечно, все-таки приоритет выстраивается на то, чтобы общественник представлял интересы сообщества. По действующему созыву можно сказать, что у нас есть ряд организаций, которые давно работают, и их участие в Общественной палате. Это подтвердение того, что действительно эти люди общественники с большим статусом и большой значимостью в обществе. Не думаю, что это будет ключевая позиция в выборе кандидатуры, но это будет значимым результатом для направления. Подать документы можно до 15 апреля. В округе работает два пункта приема заявок. Видно по адресу проспект Ленинского комсомола 23-3, помещение общественной палаты муниципалитета и в деревне Мильково, досуговый центр Дроздова. Также там можно получить консультацию по возникшим вопросам в процессе заполнения документов. Прием ведется ежедневно. В будние дни с 10 часов утра до 7 часов вечера. В выходные дни с 10 утра до часу дня. Работа началась с вчерашнего дня. Вчера никто пока не пришел. Сегодня приходили три человека, просто консультировались. То есть пока принятых заявлений нет, ждем. А в Мильковском отделении кандидатов ждут в будние дни с 12 дня до 19 вечера. По завершению этапа приема документов будет назначен день рейтингового голосования. Будет подготовлены, скажем так, бюллетени с потенциальными кандидатами в общественную палату. И на утвержденном объекте, скорее всего, это будут кинотеатры «Искра» или другой какой-то объект, будет принято решение о проведении рейтингования. Тоже процедура открытая, соответственно, она будет дополнительно проинформирована по всем нашим возможным средствам массовой информации. То есть люди, все желающие, могут прийти и отдать свое подпочтение за тех общественников, которые они считают, действительно могут нести большой вклад в развитие гражданского общества. После рейтингового голосования кандидатов ждет важное собеседование с представителями трех сторон, решением которых и будет сформирован новый созыв Общественной палаты Ленинского городского округа. Это Совет депутатов муниципалитета, Общественная палата Московской области и Главное управление социальных коммуникаций. Итого 30 человек станут новыми лидерами общественного мнения округа. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.